доброе утро доброе утро мое хорошее доброе утро мои любименькие что-то у меня чем какие-то глаза красные ужас какой-то прям ужас вроде умылась вроде нормально приболела я приболела уже прям в голос говорю вот прям дома очень жарко не знаешь куда деваться то так лечит осяк весь вентилятор включаю не кондиционер уже вентилятор потому что очень жарко даже если окошко открываешь насморк не знаю где либо может это я думаю просто обычно просто под кондию сейчас давайте непонятно вроде как вот правильно пока готовишь там туда-сюда весь потеешь жарко на кухне включаешь кондейте холодный спину фигачит вот и болеешь нужно себя брать в руки заниматься делами все расчета полвечера продрыхло потом что-то знаете проснулась и спать не могу не спится мне и все досмотрела короче сериал вот этот который начала смотреть называется плач 2018 года британский в общем про женщину которую умер ребенок такой знаете тяжелый психологический тяжелый сейчас еще с утра насмотрелась про узников асвенцима как там роженицы себя вели как рожали это другой знаете вот на эту тему про пробила проперла жалко мне всех жалко очень я такой чувствительный человек фильм кстати вот это смотрелся взять в плач вообще узнаете какой сюжет необычный в принципе знаете я предполагала что такое подобное не буду вам рассказывать чем там закончилась вообще еще же если кто захочет посмотреть посмотрим но вначале конечно первые две серии такие шатки-валки потом с третьей уже такая знаете движуха начинается 4 прям мощная она психологическом плане очень мощная понимаешь насколько бывают люди разные болит там вообще каждого делать нужно приготовить короче в игре вот нужно в банк сходить вчера нашла банк один единственный которые работают еще со свифтами сходить конечно отсидеться дома вроде еще пока двигаюсь вроде бы еще пока двигаюсь температура в принципе нету тридцать шесть и девять чисто так носил он под кандемию не рассчитываешь силы и начинается сама виновата этими под кунде ящиками а так просто по документу возможно либо лежи потей как не знаю либо что он под глава на это подушка вся мокрая просыпается и вся подушка мокрая вся в разводах потому что всякие потеет хотя и мой каждый я он тоже побежал мы чуть-то зачистил то иногда мощь крайне редко все зачистил готов помоюсь не легче так жарко вот видишь молодец наконец-то осознал я сама тоже прососная подушка мокрая подходим пусть надеюсь что нам не откажет надо еще эти поставить овощи овощи точно знаете что я сейчас делаю я поставлю овощи на винегрет хочу не поставим овощи пускай варюши а так сказал что очень быстро свекла сварила я проверю прошу остаться чистила кастрюлю там очистителем надо еще почистить мир закончится так так Лук, морковка, еще она проще варится. Одну оставим, свекла, свеколочка и товарищи картошки, картошечки, картофанчиковым, картофанчиковым. Картошки можно не так много. Так, супчик мой пока грится, супчик горится. Прикольно, надо еще дочистить, дочистить, не до конца. Хотя с другой стороны сейчас отварю, опять пашкается. Так, в чем у меня тут, по овощам. Печенки. Далеко от вас не уходить. Сейчас он бы вам показал, что сейчас там в Турции происходит. У меня там вдруг отдыхает. Погода такая себе. Днем вон они ходят в майках, вечером во всяких этих теплых таких кофтах. Погода не лучше. А завтрак я посмотрела. У нас завтраки в Сочи было лучше. Там реально. У нас в Сочи прям вообще шикардосный завтрак. Да я как-то, знаете, на тур все другими глазами посмотрел. Так. Как нам не надо. Вот стекла, кстати, прикольно. Отбираем. Так. Ну, чистая. Хорошо. Видите, какие даже листочки зелененькие. Делаем день и греть. А то что дома жрать-то нечего. Ну, в последнее время в магазинницу. Все хорошо. Деньги экономим. Стараюсь все подъедать. То, что осталось. Да и денег-то нету. Денег нету. Как только она и грязная. Ногти. Ногти уже отросли. Jerusalem салт качестве пройдет всяких и поля очков не люблю болеть это бронх не могу рядом картошки но кто-то особо было так и самым цветла морковка огурчики что там еще где-то не грязь а вам дорожки надеть посоли еще поставим варится все у меня варится настроение нету когда болеешь такой себе не охота такие вообще специфические люди чем-то не делаем сюда донести до меня я неправильно живу я должна держать лифчик одеть лучше свой костюм халат такой высокой интеллектуальный прям контента прям я же про не знаю куда деваться что же я такое за существо так непонятно как я вообще могу существовать она у тебя вершительница судеб она у тебя решает кто может вести канал кто не может кто вообще может существовать кто не может и знаете после вот это вот непередача как это называется право китва посвенцем и прочее вспоминаешь вот это вот нацистскую диалогию когда вот люди решали что ты хороший ты нехороший что ты вот можешь существовать а ты не можешь ты можешь вести а ты не можешь как-то они всех так знаете разделяют по определенным параметрам мне кажется знаете вот хейтеры вот они сродни вот этих таких вот не хочу называть хорошее слово но в общем они решают как ты должен жить решали тебя ты их посылаешь на хрен они хорошие люди ну как говорится чё на них обращать внимание благо живем сейчас в 21 веке живем как хотим не нравится ли меня смотреть без левчика ну пускай не смотрит не успокоится болезнь заблокируем благо мне дает youtube такую возможность и это здорово так что такие дела на тот вершителя так я должна себя вести не так с мужем себя так вести не так что ну а еще одна там баба на день а вот дает мне советы вот типа не нам вам надо отправить вон на работу хотя бы 1000 на 40 это в год 480 тысяч это две нормальных поездки а вот типа спасибо большое но мы как-нибудь без ваших советов разберемся на что она мне знаете там какая вы хамка я хамка хотя сказал спасибо большое но мы без вас советов разберем где вопрос я находила то что я не стала следовать я совету где понятно как она не обозрала хамки скажу от меня вписывается пожалуй никто не держишь короче это вопрос хотя бы на 40 тысяч давайте вот у нас девочки работают спорим спрашиваю зарплаты 35-40 тысяч они оттуда вообще не вылазят чтобы заработать зарплату сутками просто могут а это где эта женщина живет у нее хотя бы 40 тысяч знаете это не может шлагбаум поднимать это 40 тысяч вот это слово хотя бы 40 тысяч она как-то обесценивает многие люди сутками с работами вылазают ради этих денег да и во первых знаете я уже говорила что мы сами как бы решаем что нам делать куда нам идти работать не работать как себя вести носить липчики не носить липчики все-таки немножко наше личное дело они в ютубе нет определенных правил кто как должен себя вести кто как должен выглядеть понимаете вот каждый ведет себя так как он хочет я же не голая тут хожу правильно смотрите найдите тех кто будет ходить в идеальных лифчиках там не знаю в идеальных нарядах доме почему они не приходят так сказать своим друзьям знакомыми устанавливают там правило вот так тебя должны вести почему приходя к незнакомому человеку не дают себе право указывать ему как жить так что вот что огурцы вам искал какой-то нет спасибо мы как-то разберемся без ваших советов давайте вот удивительные люди в которых дают советам обижаются что их советам не следующее тогда из логики все точно так же что я должна обидеться на человека который послушал мой совет чем человек совершенно левый какой-то незнакомый случайно я не знаю ни как зовут ни как чего на какой-то непонятный миг а я должна следовать а если мне скажешь скинуться там не за с мостом есть чем глупо это все глупо 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 так это что люди все странные опять же говорю когда вот они пытаются руководить решать кто должен кто не должен быть вершители и решала же они иногда ищут чем эти вот блокирующим блокируют удаляешь удаляешь какими как драканы лезут за всех сил и никак их не удалить но я уже привыкла адаптировалась уже как-то поняла что когда-то салопакивает дальше что идем дальше а то что я не следую некоторым советом идите вот дайте советы людям на улице какие-нибудь подобные чуть дорожка его где-то отведем стоить в дворник что значит тут дворником рабочих делом устроено как он высокоплачную работу я посмотрела чтобы вам ответили на это все нашу каждую жизнь как он хочет а не так хочет что мы в первую очередь проживаем свою жизнь а то что там со стороны типа виднее и прочее вы основываете на своем может у вас там за 40 тысяч и можно поднимать шлагбаума за 40 тысяч нужно чтобы пахать причем очень прилично еще не везде возьму поверьте дома можно заработать много больше не лезьте ко мне и проще а то что знаете я сказала извините как-то без вас разберемся то что человек посчитал хамстом а разве не хамство лишь лезть в другую жизнь и давать непрошенные советы как скажи скажи пожалуйста тоже хамство почему-то люди обижаются костями отвечаешь на нижнем языке ладно не хочу говорить об этом я поставлю чеку покушаю и будем заниматься твоим говори сложно взять себя в руки и продолжать жить своей прекрасной несчастной жизнью ну а все остальные у которых жизнь настолько хороша что они орут в интернете насколько их жизнь прекрасна на каждом углу скажу своей жизни это лоб уже что чем-то кидала все люблю всех всего увидимся на мукбаке пока пока всех хороших зрений